Четыре человека погибли в результате массового дорожно-транспортного происшествия на трассе Астана-Петропавловск. Из-за сильного гололеда и метели столкнулись шесть легковушек и рейсовый автобус, который раздавил иномарку с людьми. Страшной аварией удалось выжить трехлетнему ребенку, которого спасли от неминуемой смерти очевидцы ДТП. Наши корреспонденты попытались выяснить детали происшествия из первых уст. Это одно из самых страшных ДТП, произошедших с начала зимы. Из-за сильной метели и гололеда на 259-м километре трассы Астана-Петропавловск столкнулись сразу несколько легковушек. Автомобили разбросало в разные стороны. Очевидцы помогали пострадавшим, кто-то пытался остановить движение. Через несколько минут в одну из иномарок на скорости влетел рейсовый автобус. Ниссан Цефира, в котором находились люди, буквально раздавила. Погибли три пассажирки автомашины Ниссан Цефира, три женщины, две жительницы города Астана и одна жительница Зерендинского района Акмолинской области. А также мужчина, помогавший вызволить из заблокированного салона автомашины Ниссан Цефира этих пассажирок. В этой страшной аварии удалось выжить трехлетнему мальчику. Ребенка от смерти разделяли какие-то секунды. Мы пытались сорвать дверь и вытащить хотя бы кого-то. В этот момент мужчина вытащил ребенка. И мы посадили его в мою машину. Потом через какое-то время, буквально долей каких-то секунд, была вот эта серьезная авария с автобусом. Житель Астаны Кирилл Гончаров одним из первых прибежал на помощь к пострадавшим. Это он посадил к себе в машину, облитого чужой кровью ребенка, и повез его в ближайшую больницу. Поняв, что мама мальчика погибла на месте, мужчина со своей супругой начали поиски родственников Данилы через социальные сети, разместив это фото в нескольких группах. Одной из первых Данилу Жейнбекова опознала его воспитатель в частном детском саде. Женщина не может поверить, что ребенок остался без мамы. Ведь она звонила накануне и рассказывала, что привезет малыша в группу после каникулы бабушки в деревне. Когда я увидела этот репост от Гончарова Кирилла, я в панике была, я не знала хвататься за какой телефон, за городской или за сотовый. Я звонила всем подряд, потому что я звонила и Алене, у него уже было отключено, я звонила и Гончару, у него была перегрузка сети, видимо ему все звонили, весь город звонил. Незадолго до этого экстренные службы якобы оповещали население о штормовом предупреждении в связи с усилением ветра и гололедом. Еще через несколько часов трасса официально была закрыта, однако это никак не повлияло на водителей. На автобане образовалась огромная пробка, десятки автомобилей застряли на несколько часов. Многим приходилось объезжать этот участок по степи. Были отправлены сообщения в виде смс-рассылок о том, что автодороги были закрыты по всем направлениям. Проблема в том, что смс-рассылка до населения приходит поздно. По факту ДТП с гибелью четырех человек полицейские уже возбудили уголовное дело. Сейчас специальной комиссии предстоит выяснить виновника трагедии. В случае, если авария произошла по вине конкретного человека, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Илья Рыбина, Гирим Актаева, Ахмедир Лязов и Виктор Полянный, Информбюро, Акмолинская область.